Всем доброе утро! Мы сегодня проснулись как и обычно. Наш режим нас не покидает, который в Израиле был даже здесь на Кипре. Просыпаемся всегда рано. На мой взгляд, самое красивое это вот это. Ой, как красиво смотрится. Не знаю, вкусно, невкусно. Ела вот такие, без орешков, которые простые. Они тоже были очень вкусные. А с орешками, наверное, они посытнее будут и все такое. Смотрите, нам дали карточку вчера. Они делают доставку онлайн по всему миру. Не важно, в какой ты страны, ты можешь это заказать. Онлайн-стор. Сори, недоставка онлайн. Ну, что ты не фокусируешься? Онлайн-магазин, короче говоря. Если вам интересно, зайдите на сайт, посмотрите, потому что все очень красивое. Прям вообще. Ну, вот от этого я просто балдею. Я даже открывать его не хочу. Он настолько красиво выглядит, что можно просто любоваться. Это колбаски. Они выглядят очень страшно. Оказывается, внутри орехи. На веревочке орех сажают, орешки, и опускают в сок. Вытаскивают, и вот эта вот колбаска сушится. Но сначала она тоненькая. Она высохла. Ее снова погружают в сок на веревочке. Достают. Она опять засыхает. И вот так вот она по толщине удваивается. Кстати, здесь у нас, знаете, какие вкусы? Кероб, виноград и гранат. Вот это виноград, вот это гранат. Окей. Вот такой Аша выбрал. Лимон, апельсин и роза. С розой так забавно. И выбрал с фисташками, розой и ванилью. Тоже нам домой. Говорит, эти фиги невкусные. Они отличаются от израильских немножко внешне. А вот эти черненькие ему понравились. Чернослив. Я брала оливки, чтобы здесь скушать. Но я что-то их не хочу совсем. Вообще меня пугает такая упаковка странная. Знаете, ее раскроешь. И что? И куда это все надо? В тарелку вываливать. И в тарелки хранить потом, да? Странная такая упаковка. Увезут с собой в Израиль. В Израиль же поедут с нами вот эти вот прекрасные на стле. Для Люшечки. Потому что они вкусные. С бисквитами очень классные. Люшенька у меня уже поела. Я ее покормила вчерашним ужином. Было очень вкусно. Люшенька, кто там? Кто там? Сейчас пойдем сами завтракать. Это наш последний завтрак в этом отеле. Потому что вечером мы уже уезжаем. Очень жалко. Вот эти сосиски английские, они очень вкусные. Просто вообще. И бекон, конечно, жареный. Тоже классный. Сейчас посмотрим, что себе Ашер возьмет. Я еще попросила его взять для льюшки йогурта. Ласшиво. Ласшиво. Шокол. Еще шокол. Мазешоко. Кофе? Шокол. Окей. Бон аппетитюня. Я только что съела бутерброд с сыром и с маслом. Вот такой очень вкусный был. Сама сделала себе. Ашер кормит Люшу йогуртиком. Хорошо. Ашер ее так обманывает. Оп. У нас уже солнце появилось здесь. Мы сидим на самом солнце. Мы сейчас уже пойдем. Ашер уже заканчивает, и мы идем. Мы хотим сходить к морю. Потому что мы так и не были у моря в этом году. Здесь. В прошлом году были там. Я сходила сейчас в номер. Забрала очки солнечные для Ашера. И забрала для Люши шапочку. Люша сейчас уже вся в креме. Сейчас пойдем к морю. Посмотрим, что там. На море, на море, на море отдыхаем. Все уже купаются. Сегодня выходной день. Поэтому уже отель, конечно, переполнен. В будние дни было не так много народу. И в это время, по-моему, еще никто не купался. Но стоит заметить, что сегодня еще и жарче, чем в будние дни. Пойдем, Люшус. Здесь тоже лежачки, кстати, есть. Молодец. Здесь купаться нельзя. Здесь нет выхода к морю. Хочется искупаться. Нужно, по-моему, 100 метров пилить. Я читала в интернете. 100 метров надо пропилить куда-то в сторону, и там будет пляж. А здесь нету. Внимание, будьте осторожны, когда на море волны. Очень красиво. У моря очень красивый цвет. Это просто невероятно. Вау. А, там девушка какая-то вон купалась. Я вижу, вылезает. Я вижу, там люди тоже купаются. Ну на. Ой. Ашу. Ашу мне дал минералку. Я ем колбаски. Да, наш чемодан почти готов. С Льюшкой. Ашу даже еще не приступал к сборам. Через час-пятнадцать уже приедет за нами такси. Мы уже на чемоданах. У нас уже все собрано. Ашу пошел относить полотенца. Люша, где папа? Где папс? Пошла искать. Думает, что он в номере. Мы все собрали. У нас два чемодана. По весу, по ощущениям, вроде бы все нормально. Меньше двадцати, Ашу говорит. Сумочки наши, плюс колясочка. Уже почти дома. Нам лететь всего лишь час. С одной стороны, грустно. Было очень классно эти четыре или пять дней. Прошли так здорово. Сейчас у нас уже пять. Тридцать. Даже не верится, что в одиннадцать мы уже будем дома. По нашим подсчетам мы уже будем в Хадере. Хочется домой, с другой стороны, конечно. Но весь этот, знаете, привычный быт, уборка, готовка каждый день, глажка, стирка. Ашу пришел. Пошли, тебя откроем. Он ключи оставил уже там, на ресепшн, так что у него нет ключа.